Воды нет, но вы держитесь. Уже шесть дней жители села Игарвары Цивильского муниципального округа сидят без воды. Причина – сломанный насос водонапорной башни. Оборудование начало барахлить еще 5 января, а через день окончательно вышло из строя. К работам по его замене специалисты, по словам местной администрации, приступили сразу же. Ситуацию под свой контроль взял глава округа Алексей Иванов. Однако довести дело до конца подрядчику помешал 35-градусный мороз. Работы возобновили только сегодня. На место выехала наша съемочная группа. Моя коллега Екатерина Данилова не только узнала, когда по трубам снова потечет вода, пообщалась и с жителями. Правда или миф, что им пришлось топить снег, чтобы в доме была хоть какая-то вода? Узнаем прямо сейчас. Большой резонанс эта история получила только после того, как о проблеме Игарварцы рассказали на своих страницах в соцсетях. А произошло это не сразу. Несколько дней люди надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону без лишней шумихи. Но нет. Глава Цивильского муниципального округа село посетил, как только в пабликах появился первый пост. Вслед за чиновником в Игарвары подвезли чистую питьевую воду. За ней, понятно, выстроилась очередь. Одной машины не хватило, рассказывают жители. Приехала вторая. Оперативно привозим сейчас воду. Проблем с водой пока на данный момент нет. Колодцы есть. Люди берут из колодца. Но то, что там было выстроено на интернете, что там снег топит. Такой информации ко мне ничего не приходило. Местные жители берут воду в двух колодцах. Один находится рядом с магазином. Это примерно 850 метров отсюда. Другой на улице Садовой. Но добраться до него проблематично. Можно, конечно, доехать на машине, но в объезд всей деревни. Или сократить путь, но пешком через два оврага. Правда, из колодца брать воду хотят не все. По какой причине, тоже объясняют весьма доходчиво. Почему там не набираете воду? Там вода тоже глина нестая выходит. Мне еще там с детьми подыматься далековато. Мне легче, наверное, снег растапливать. Все шесть дней Татьяна, по ее словам, так и делала. Топила снег. Правда, во вторник питьевую воду ей набрать удалось из водовозки. У женщины трое детей. Завтрак, обед и ужин никто не отменял. Кроме того, необходимо мыть посуду, стирать белье и принимать душ. На все про все уходит минимум одна фляга. Таких кастрюль набирала две штуки. 10-литровое ведро целое. Еще у меня есть кастрюля 20-литровое. Там набирала полностью. Через окошко давала, дочка принимала. Сгоревший насос, по данным местной администрации, подрядчик начал менять утром. Вернуть людям воду власти обещали к концу рабочего дня. Сегодня мы здесь находимся для того, чтобы проконтролировать вопрос, что до конца рабочего дня работы будут завершены. И жители села Игарвара получат качественную питьевую воду. Перед эфиром мы связались с жителями села. По их словам, вода из крана потекла. Екатерина Данилова, Святослав Петров, Вести Чувашия.